На последнее видео, касающееся сюжета и истории игры, в котором я коротко перечислял все ключевые события за год, был довольно хороший отклик. Также вы отозвались на предложение сделать подобное видео об Ульдрене, ну или Вороне, так что вот как и обещал. Сегодня я перескажу ключевые точки истории персонажа принца Ульдрена. Постараюсь не упустить ничего важного, но и нудить не стану. Всё только по делу, чтобы рядовой игрок понял, почему раньше мы так горячо желали ему тысячу смертей, а теперь он вдруг рукопожатный вендор на спутанных берегах. Впервые с принцем Ульдреном лично мы встречаемся на рифе во время событий Destiny 1. Он предстаёт перед нами не в самом приятном свете. Дерзкий, самовлюблённый, заносчивый, но верный своей королеве и сестре Маре Соф. Ульдрен открыто угрожает стражу, как только тот испуганно хватается за оружие при виде падших прислужников королевы. Это лишь повод, ведь Ульдрен просто не выносит стражей и презирает их. В ту встречу мы пришли, чтобы узнать координаты Чёрного Сада, до которого Ульдрен добрался ещё задолго до нашего воскрешения. Он восхищался садом и буквально был очарован им. А вместе с тем фактом, что он не переносил стражей, он не хотел сначала помогать нам. Однако королева Мара предложила стражу принести глаз владыке Врат Вексов. Её план заключался в том, что после этого они смогут сделать ключ к саду и взять его под свой контроль. Ульдрену план понравился, поскольку он был уверен, что страж погибнет на задании. Однако, как мы знаем, страж не погиб, и пробудившимся пришлось отдать ключ и назвать координаты. Взамен королева сказала стражу, что тот должен будет прийти к ним по первому зову, если понадобится. После этих событий мы вновь видим Ульдрена лишь во вступительном ролике к дополнению The Taken King, где он участвует в битве у Сатурна. В финале ролика мы видим, как его боевой корабль, как и остальной флот Рифа, терпит крушение. Вот только в отличие от сотен бойцов пробудившихся, Ульдрен выжил. Его корабль падает на Марс. Уже во второй части наш страж обнаруживает обломки воздушного судна в одном из затерянных секторов планеты. Любопытно, что конкретно эти обломки – это уже второе падение корабля. В первый раз корабль удалось починить благодаря дроном, но при взлете с Марса корабль вновь был сбит силами кабал. Какое-то время после этого Ульдрен скитается по Марсу, чувствуя связь с сестрой, пытаясь найти способ ее отыскать. В конце концов, он предстает перед Келлом королей, который просит его помочь в объединении домов падших. Надеясь использовать ресурсы падших, чтобы найти Мару, Ульдрен соглашается помочь Келлу. После Красной войны союз Ульдрена с королями привел к тому, что он стал предателем своего народа. С помощью своих союзников, падших, он убивал своих людей, грабил их и нес разрушение, чтобы отвлечь Петру от сотрудничества с последним городом. После пробуждения Странника, Ульдрен оказался на грани безумия и стал поглощать эфир, чтобы забыться. В этот же момент начинается разложение Ульдрена тьмой, что становится заметно по цвету его глаз, который начал меняться на черный. Однажды Ульдрен нашел падшего Фикрула, который лежал раненым, попав в засаду стражей. Ульдрену удалось спасти Архонта, сам того не зная, загадав желание Ривен. Из-за этого эфир Фикрула осквернился, и Фикрул возродился как первый презренный. Ульдрен решил объединиться с ним и полностью захватить дом королей. После этого Ульдрен возобновил поиски Мары, он решил попытаться завербовать Петру на свою сторону, но, конечно, из этого ничего не вышло. Все реже Ульдрен слышит голос сестры. Отчаявшись и начиная осознавать свое безумие, Ульдрен сдался своему народу и признался в его преступлениях. Петра и Кейт-6 бросили Ульдрена на один из самых нижних этажей тюрьмы старейшин. Уже через год после Красной войны он обманом заставил Варикса освободить заключенных из тюрьмы и устроил массовый побег презренных. Тогда он и столкнулся с Кейт-6. Как-то неловко просить. У тебя не найдется пушки. Нет. Но у меня есть пуля. Специально для тебя. А, сейчас ворвется мой напарник и перебьет всех, всех вас поедимого. А тебя, приятел? Будет больно. Очень. Последние слова. Как твоя сестрица. С точки зрения самого Ульдрена, он поступал по совести. И его главным мотивом было найти его сестру, Мару Соф. Он слышал ее голос. Он так хотел спасти ее. Ульдрен утверждал, что его сестра жива и говорит с ним. Якобы она сообщила ему, что заключена в тайной постройке пробудившихся, смотровой башни. В европейской мертвой зоне он нашел осколок странника, который был нужен ему как источник света. Как ключ. Уже в финале дополнения отвергнутые, Ульдрен добирается до заветной башни и отпирает врата. Но вместо его сестры он натыкается на огромного монстра, голос Ривен. В этот момент оказывается, что Мара Соф никогда не разговаривала с Ульдреном. И все это время ею притворялась одержимая Ахамкара Ривен. Которая использовала принца, чтобы выбраться на свободу. Но, к сожалению, Ульдрен понял это слишком поздно. Наш страж вскоре добирается до зала, убивает голос Ривен, освобождает Ульдрена и убивает его. Либо его убивает Петра. Споры до сих пор не утихают. Казалось бы, на этом история Ульдрена должна была быть закончена навсегда. Однако, спустя несколько недель после прохождения цепочки поручений по подношению королеве, мы видим ролик, в котором нам показывается его воскрешение. И вот с этого момента он уже не Ульдрен. Он носитель света, ровно как и стражи. Он не помнит прошлого, не знает, кем он был в прошлой жизни. И он начинает новое приключение. Во время новогоднего ивента Рассвет в описании нового корабля рассказывается о том, что страж прячется в каком-то ржавом грузовом контейнере на земле. В нем он разбил лагерь и проводит дни в одиночестве со своим призраком. Все стражи, которых когда-либо встречал Ульдрен, встречали его не очень дружелюбно. А иногда и враждебно. Причины такому поведению он не мог найти и стал просто побаиваться стражей, продолжая во время своих одиноких странствий обходить носителей света стороной. Спустя еще какое-то время Ульдрен оказывается на рифе, где его случайно находит барон-паук. Тот мог бы отправить бывшего принца в башню, но он знал, что там с ним поступят не очень-то хорошо. Барон дает ему имя Ворон и оставляет в своем убежище, выставляя это как жест доброй воли. Однако нам паук рассказывает, что модифицировал оболочку призрака Ворона, Глинта, таким образом, что она взорвется при достаточном отдалении от убежища. Фактически, Ворон был в рабстве у паука. Наш страж встречает Ворона на луне, пытаясь найти Осириса, который попал в беду. Вскоре стражи сталкиваются с угрозой проклятия Зиву-Арат, и паук предлагает стражу сотрудничать с Вороном, чтобы лучше разобраться с бедой. При этом паук попросил стража не рассказывать Ворону о его прошлом. А чуть позже мы получаем письмо от Осириса, который просит не думать о мести и не называть Ворона Ульдраном Псов. Ради его же блага. Жестокая история Ворона продолжается, ведь сезон Охоты еще не окончен. Во избежание спойлеров, я не стал включать в этот ролик информацию, которую вытащили из файлов игры, которая относится к финалу сезона, но ее можно найти у нас в группе ВКонтакте в разделе статей. Ссылку я оставлю в описании. Если тебе понравилось видео, ты можешь поставить лайк, подписаться на канал, и тогда таких вот сюжетных роликов с краткой выжимкой я буду делать побольше. Спасибо за просмотр, удачи!